двигаемся дальше по чай на сайкл 2024 нас привлек бренд под названием платина f в первую очередь своей ценой потому что у них есть целая линейка карбоновых шоссеров за очень вменяемые деньги при этом там 105 группа также у них есть какие-то городские байки и складники но сейчас поподробнее с вами рассмотрим именно шоссейник смотрите у нас велик собран довольно интересно при том что компоненты везде китайские шунта и у нас здесь тормоза но они очень похожи на цельно фрезерованные хопы и у нас здесь даже колодки с радиаторами пистолеты сенса карбоновый вилсет какой-то ноу-нейм но обода карбоновая 28 покрышечки зазор есть можно я думаю 30 смело поставить вся проводка убрана у нас внутрь все как надо рулевой на подседеле резиновый уплотнитель чтобы у нас туда грязь не заливалась прям в каритос болото не устраивало и велик у нас на осях при этом посмотрите какие толстенные жирные перья прямоугольного сечения и насколько мощный кареточный узел ну и конечно по новой моде у нас перья уходит не наверх а в середину подседельного штыря и все это боголепие у нас стоит 5000 юаней опять ты еще они это 80 тысяч рублей просто чтобы вы понимали на что способны китайцы тоже фирма нас платина f только теперь у нас здесь такие золотые надписи на раме тоже целиковый карбон все убрано в рулевую жирнейшая карбоновая вилка и очень необычный подседельный штырь посмотрите как он отдельно вынесен на верхнюю трубу возможно это дает нам некую мягкость он здесь флексит здесь он снизу отверстия нет и вот такой вот интересный узел с заходом привет антон степанов верхних перьев на трубу все как все как надо тоже оси но все на 105 группе и цена у нас здесь 7600 юаней соответственно если мы это умножим на курс пускай 13 рублей за юань получится 98 тысяч рублей то есть за 100 тысяч рублей мы получаем некую китайскую раму с какой-то вот такой вот интересной подседельной историей и все это стоит сотку очень красиво сделаны все эти трубы посмотрите здесь у нас такая трапеция возможно это дизайнерский ход возможно добавлять жесткости но велик выглядит очень крепким по весу он легкий он прям легкий обычно когда ты трогаешь китайский гарбон такой жирный он получается тяжелым но здесь прям хорошо тут объясняли кому-то что отверстие в трубе помогает проходить воздуху через раму и еще и сдувает потоком ветра брызги в дождливую погоду прикиньте до чего китайцы дошли еще у ребят есть свои шлема шоссейные и какие-то очки с фляжками бренд называется west biking выглядит так достаточно по европейски ну и конечно представлен какой-то базовый шоссейник я думаю он вообще ничего не стоит рама карбон через трубу у нас проходят все гидролинии внутрь тросики собран он на кларисе и на гидромеханики от компании про если вы помните прошлом году мы ее показывали на china cycle прошка у нас установлены на flat mount крепления в общем мне еще в прошлом году очень понравились классные калиперы это отличная замена трпшкам гидромеханическим они выглядят не так массивно ну и как любая уважающая компания китайская у них есть еще линеечка складных велосипедов так что не выпускают весь спектр можно типа приехать выбрать этот бренд привезти его в россию и радоваться жизни ну вот складнички все как мы любим как будто бы узнаваемой дать детальки у нас здесь такие вот наварочки на рулевом стакане для того чтобы передний багажник закрепить складной механизм коричневые сиденья тоже очередное доказательство того что есть бесконечное количество китайских брендов которые выпускают довольно качественные компоненты и можно их взять выбирать привозить покупать вопрос конечно в качестве в том насколько у них есть именно надзор над качеством продукции и насколько все это ремонтопригодно случае поломки ну и сейчас целом двадцать четвертом году все китайские бренды они стали более европеазированным мы не видим каких-то кислотных цветов не знаю непонятных надписей не знаю торчащих острых углов все зализано все по канонам в общем вполне себе современные велосипеды китайцы научились лучше копировать мы на стенде компании forever довольно популярный в китае бренд он виден на улице существует он с 1940 года немного не мало наше внимание привлекли велосипеды которые выглядят как будто бы это полдскульные европейские дорожные велосипеды при этом сделаны они из алюминия у них есть некие карго байки и посмотрите какой красивый байк очень необычное решение одна верхняя труба поперек всего велосипеда которая одновременно служит держателем для переднего багажника рама выглядит как будто бы она хромолевая по факту это алюминия он довольно легкий и под задний багажник под огромный также эта труба у нас уходит все собрано на швальбе на дисковых тормозах блин мне очень нравится и прикольно что карго байки имеют место быть в целом у них вся линейка такая под улдскул очень стильный найнтен фоти прям так вот бренд и называется но это не отменяет того что не выглядит очень стильно дорожник думается мне что это у нас даже хромой эта модель у нас называется родстер и да это хромолевая рама интегрированный вынос с рулем все как на старинных велосипедах аккуратненькие алюминиевые рули тормоза радиус посмотрите какие у нас здесь грипсы манерные кожаные с барендами с брендом выглядит прям дорого-богато мне очень нравится и наш свальба дживан похожая покрышка от компании ари сан в общем такой вот стильный дорожничек хромолевый от компании найтин фоти прикольно и тормоза сделаны на британский манер под правой рукой у нас не задний а передний тормоз ну конечно как каждый уважающий китайский бренд на стенде у нас имеется вот такой вот электро велосипед для катания мама дорогая не знаю по городу по рисовым полям еще где-то вот некий мотоцикл на заднем плане вот труба которую мне не обхватить я надеюсь что вне аккумулятора находится конечно же это у нас двухподвес такая вот эталонная китайская дрочалыга простите меня за это слово но она очень емко описывает увиденное но вот вот она китайская пошла тема вилка мозо карбоновые крылья и вот такая вот вообще мощность то что действительно прикольно так это вот такие вот вела на самом деле не вела электро рикши которые также почему-то приехали на велосипедную выставку видимо нам показывают то что все-таки велосипед у нас перерождаются в электротранспорт и можно вместе с ними продавать и вот такие девайсы потому что публика в целом одна и та же какая-то суета кажется китайский премьер-министр приехал на стенд мне кажется что я даже forever видел в россии что-то у меня такое ощущение стиль надписи на некоторых велосипедов полностью повторяют червела не вот детская линеечка даже смотрите здесь на детских велосипедах уже появляются какие-то цветные компоненты цветные втулки все более европеизированный велосипед у нас выходит это о чем мечтают многие родители смотрите огромное количество проставочных колец под рулевой просто чтобы можно было поднять руль самый частый запрос а можно ли поднять руль здесь можно его опустить ну и вот такая вот темка сделанная под карбон детский двухподвес из магния с неким амортизатором с пластиковой такой накладочка сверху ну в общем это уже все больше напоминает нам китайский велопром ну вот леттеринг компании forever если вы в курсе очень похож на то как пишется бренд червела да да это именно червела не сервелат стенд компании forever по я порадовал великами на инте фоти потому что найти нфоти может выглядят действительно круто по-европейски хромолевые очень крутой карго байк с этой моно трубой меня порадовал ну и как всегда некие китайские темки электровелосипеды непонятного назначения и происхождения ну и какая-то линейка своих детских велосипедов воинникальный джаз в 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 Редактор субтитров А.Семкин